Дополнительные выборы в органы местного самоуправления республики признаны состоявшимися. Предварительные результаты единого дня голосования подвели сегодня на совещании в Доме правительства. Прошедшие выборы показали, что жители региона голосуют за стабильность. Большинство из 82 мандатов за представителями правящей партии, причем с солидным отрывом. Только в одном округе победу одержал самовыдвиженец. В некоторых субъектах результаты оказались достаточно малопредсказуемыми, взять хотя бы нашу соседнюю Ульяновскую область. То, что органы государственной власти республики и местного самоуправления пользуются авторитетом, пользуются уважением среди избирателей. Информационный фон, который был на выборах президента России, конечно же, не сопоставим с тем, что было сейчас. Но, тем не менее, несмотря на это, у нас, ну вот, за редким исключением, явка была достаточно высокая. Уже к утру подсчитали, что явка на выборы в ряде округов достигала 100%, в среднем по региону более 60%. Выборы прошли честно, соблюдая избирательное законодательство и волеизъявления избирателей. Где-то на один мандат претендовало два кандидата, а где-то все семь. Но, несмотря на острую борьбу, выборы в республике проходили спокойно. Серьезных жалоб не поступало. Число совершенных преступлений, в основном таких, как преступления против личности, снижается. То есть, можно сказать, что оперативная обстановка не только контролировалась нами, но и со стороны самих жителей республики, также меньше совершается противоправных деяний. Те, которые уже завершены проверкой, нарушений существенных законодательств никаких не выявлено. А часть еще проходит, проверяется. За ходом единого дня голосования следили и общественники. Корпус гражданских наблюдателей прошел испытания президентскими выборами, доказав свою эффективность. Там появляются новые люди, более активные. Но это все будет способствовать гражданской активности. Наверное, будет способствовать лучшему пониманию гражданами и Чувашской республики, и вообще в целом Российской Федерации своих задач, потому что они формируют органы законодательной власти, и в целом формируют органы исполнительной власти. Глава региона отметил, что мандаты достаются тем, кто на деле защищает интересы избирателей. Поэтому нужно работать предметно и давать результат. Это вопросы жизнеобеспечения, вопросы повышения качества жизни. Пускай там 44 или там 150 человек, но люди пошли, проголосовали. Потому что авторитет у кандидата самый высокий. Окончательные итоги выборов ЦИК региона опубликуют в ближайшие дни. Но уже очевидно, что картина сильно не изменится. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика.